Итак, пришло время поговорить про S24 Ultra. Целый ряд видео мы записали про разные фишки, а и фишки, сравнение с S23 Ultra. Поэтому в чистом виде мои впечатления от 24 Ultra, которой я пользуюсь больше месяца. Купил этот аппарат в первый же день, когда он появился в России. Пользуюсь без чехла. И, в общем-то, я считаю, что писать обзоры в первый, второй, третий день это делал неблагодарные. Занятия вообще, как бы, знаете, как кто-то делает первый в мире обзор и прочее. У тебя нет впечатления, у тебя нет опыта работы, у тебя нет ощущения от аппарата, ты его даже ни разу не ронял. И о чем ты можешь рассказать? Начну с самого простого. Значит, для любителей линейки Ultra, я считаю, что это флагманы флагманов, потому что, не потому что это Samsung, потому что самые-самые технологии. И мне Ultra нравится. Нравится, я хожу с двумя аппаратами, Fold 5 и S24 Ultra. Потому что Fold это большой экран, но камера не дотягивает до вот того гигиенического минимума, который важен для меня. Да, неплохо снимают на уровне флагманов там айфоны и прочих, но камера здесь, набор камер значительно лучше. Поэтому, собственно, я выбираю аппарат. И многие люди покупают Ultra как такой, знаете, Uber-машинку, в которую намешали все, все технологии. Но, конечно, не все технологии, доступные на рынке, есть здесь. Большая часть технологий. Это не идеальное устройство ни в коем случае. Так воспринимать его не стоит, потому что даже по эргономике 233 грамма это тяжело. Титановый корпус это сэндвич. Титан с алюминием, титан грейд 2-го грейда. Это неплохой материал. Он достаточно устойчив к истиранию. Но, тем не менее, если мы говорим об этом аппарате, то это аппарат, который не является вот таким идеалом. Это достаточно дорогой аппарат. В России его можно купить сегодня в комплектации. Их несколько. По памяти 12-256, 12-512, 12 терабайт. У меня 512 гигабайт я себе брал с запасом, чтобы не экономить место. И, в общем-то, я доволен этим аппаратом. Не как удав, потому что по сравнению с S23 Ultra есть вопросики, особенно по камерам. Вот телефото камера X10 была, сейчас X5. Тем не менее, аппарат мне нравится. И об этом мы сейчас поговорим в подробностях. Поставляется он в маленькой вот такой коробочке. В коробочке нет ровным счетом ничего, кроме кабеля. Ну и вот такой наклейки у меня «Кавказский регион». То есть, год гарантии, напомню. Официальный. Я получаю в России официальные сервисные центры обязаны принять этот аппарат на ремонт, если с ним что-то случится. Конечно, если я его разобью, ремонтировать его будут за мой счет. Тоже дополнительной VIP-гарантии здесь нет. Но если он сломается, не станет включаться или что-то подобное произойдет, его бесплатно возьмут на диагностику, отремонтируют и так далее. Давайте посмотрим на него вблизи. Аппарат выполнен из стекла. Четыре разных цветовых решения. Они достаточно приятные. Отпечатки рук не остаются. Стекло Corning Glass Airmor. И лицевая поверхность, и задняя. Заднее сатинирование использовано. Ну, в общем-то, все хорошо. Камеры имеют металлический ободок. Он покрашен в цвет корпуса. Если он, например, черного цвета, то будет обдираться и белый металл будет проглядывать. В моем случае белый металл изначально, поэтому обдираться он не будет. Это большой плюс. Стекло, вы видите, оно достаточно не просто матовое, но и поцарапать его тяжело. То есть это приятная история для тех, кто не пользуется чехлом так же, как и я. Но чехол здесь, возможно, нужен, потому что по эргономике аппарат, конечно, сделан максимально айфоноподобным. Он в руку врезается. Он широкий, 233 грамма, тяжелый. Поэтому, наверное, стоит использовать все-таки чехол. Нижний торец USB Type-C, микрофон, слот для двух nano-SIM карточек. Здесь я хочу подчеркнуть особенность, которая есть в... Вот у меня стоит одна, но с двух сторон можно поставить. Особенность, которая есть в новом поколении 24, E-SIM карточки поддерживаются одновременная работа двух E-SIM карточек. То есть, если раньше одна E-SIM карточка и одна nano-SIM физическая, например, то сейчас можно не ставить физические карты вообще, поставить две E-SIM карточки и пользоваться. Выход динамика. Второй динамик находится над экраном, вот здесь. Естественно, поддерживается IP68. Экран, обратите внимание, ляпается. Более того, экран, если обо что-то трется, вот у меня он немножко затерся вот в этом месте. Следы от рук. За месяц вот элеофобка, она де-факто подтерлась. Экран у меня обо что-то, а другой телефон, наверное, терся. Но самое главное, что это видно только в выключенном состоянии. Датчик отпечатка ультразвуковой работает очень быстро. Никакая пленка у меня не наклеена, мне это не нужно. Кнопка включения, выключения, спаренные клавиши регулировки громкости. Это титановый корпус. Напомню, что это сэндвич. Два микрофона. На левой боковой стороне нет ничего. Ну и также на нижнем торце у нас есть S-Pen, про который у нас есть отдельное видео. Стандартное уже ставшее привет и солнышко, которое я всегда рисую. Мне очень часто говорят, ты не пользуешься заметками, не пользуешься S-Pen, все врешь. Но я рабочие заметки вам не хочу показывать, честно, извините. Солнышко я всегда удаляю, потом у меня нет миллиона заметок с солнышком. S-Pen очень крутая штука во всех смыслах. Посмотрите отдельное видео на YouTube-канале про S-Pen, что он умеет на примере разных устройств, там планшетов, не планшетов. На 0,1 дюйма подросло разрешение экрана QHD 6,8 дюйма. Это действительно высокое разрешение, при этом вы можете выбрать, если мы говорим про дисплей. Яркость до 2600 нит в автоматическом режиме, адаптивная яркость. Можно включить повышенную яркость и в ручном режиме. Плавность движения до 120 герц, она регулируется автоматически. Шим, в отличие от прошлых аппаратов, 496 герц, было 240. То есть, действительно, это очень прикольно. Адаптивный цветовой тон – это функция, которая использует камеру, как датчик определения. То есть, это новый RGB-датчик фактически, потому что камера позволяет оценить точно то, что происходит вокруг вас. Комфорт для глаз, это фильтр синего цвета. Его можно включить по расписанию. Ну и насыщенные, естественно, цвета. Что здесь есть проблемного? По умолчанию, кстати говоря, Full HD+, стоит не Quad HD+. Если хотите, расход энергии чуть подрастет, включайте Quad HD+. Что здесь важно поставить? У меня стоит дополнительная чувствительность для того, чтобы… У меня нет защитной пленки или стекла, но я иногда в перчатках, которые поддерживают нажатие, используя, и чтобы в перчатках все работало хорошо, я включил повышенную чувствительность. Да, идет определенный расход. Always On Display теперь также, как на iPhone, может показываться на весь экран, когда вот у нас есть вот такая подсветка скриншота, не скриншота, а обои снизу. Вот это экран Always On Display. Не только горят часики, но горят и обои. Вот сейчас, например, я отключил, вы видите, разницу обои не показывается. Мне с обоями не очень нравится, мне более привычно вот такой вариант Always On Display. Я считаю его промежуточным и очень-очень удобным. То есть, когда мне нужен полностью работающий экран, я включаю аппарат. Если мы говорим про возможности аппарата, ну, естественно, есть спаренные приложения, разделение экрана, то есть вот экран делится, можно это сделать, но экран 6,8 дюйма не настолько огромный, чтобы говорить о том, что вот его нужно так использовать. Давайте, наверное, про камеры поговорим, потому что камера это действительно удобная штука и хорошо снимает аппарат. В Сочи фотографировал птичку. Это цифровой зум, насколько я помню, x10, мне так кажется. Ну, или x5, но x10 точно. И фотографирует он очень неплохо. В редакторе, кстати говоря, я убрал вот сеточку. Вот здесь сеточку убрал, там убрал сеточку и записал про это видео. Или вот, например, Leopard. Вот это отредактированная фотография цепи убрал тоже в редакторе. Это x10. Вычислительная фотография хорошо дорисовала шерсть, то есть картинка выглядит очень-очень хорошо. В целом, мне нравится, как фотографирует аппарат. Фотографирует он крайне неплохо. Основная камера 200 мегапикселей, телефото камеры x3, x5, стабилизация, вычислительная фотография. Все это работает. Про редактор фото я думаю, что я сделаю отдельный материал для того, чтобы вы увидели, как он работает, какие крутые штуки в нем можно делать. Одним словом, по фото, на мой взгляд, здесь нет никаких нареканий. И вот тоже x10, это уже на пределе возможностей. Тут шерсть уже слежавшаяся, вы видите. Но в целом картинка более-менее читаемая, не рассыпается. Камера неплоха, на мой взгляд. Я уже успел за месяц с небольшим 3000 фотографий и 25 видео. Ну, в общем, много сделал. На сегодняшний день, на мой взгляд, это одна из лучших камер на рынке. Большая часть фотографий выходит крайне годной. Видео записывать тоже неплохо. И также есть 8K видео. Если говорить о том, что вы можете делать, вы можете поменять разрешение 1250-200 мегапикселей. Надо понимать, что при этом отключается вычислительная фотография. И у нас есть про вычислительную фотографию текст на сайте, где я рассказываю про интеллектуальную оптимизацию. Обратите внимание, что при ней есть оптимизация кадра, контрастность и цвета регулирует. Если вы хотите вообще вот естественно, снимайте в минимальном. Среднее, ну, то есть самая быстрая обработка фото это минимальное, среднее, понятно, туда-сюда, но тут тоже нет оптимизации кадра. Мне нравится, как снимает максимальное. Если мне нужно, я подозреваю, что у меня кадр как-то может быть, скажем так, что-то мне нужно получить, потом будет. Я включаю режим Pro. В режиме Pro у меня сохраняется как JPEG, так и RAW файл. И дальше я могу с ним что-то делать. Но не всем это подходит. Если вообще говорить про режимы фотографии, Expert RAW, вот я еще ни разу не воспользовался, было не нужно. Но я описывал этот режим. Для тех, кто хочет покрутить камеру вот прям по полной программе, это очень крутая штука. Во всех смыслах, то есть вы можете действительно фотографировать крайне хорошо. Поэтому по камерам S24 Ultra это такой комбайн, который не знает себе на сегодняшний день равных. Он снимает очень хорошо. А если вы действительно хотите погрузиться в эту фотографию, очень-очень много интересных вещей вы можете получить. Значит 12 512 гигабайт у меня аппарат. Здесь Snapdragon 8 Gen 2. Он греется при нагрузке. Но если говорим мы про то, как он греется при нагрузке в синтетических тестах, но, наверное, так покажу, то смотрите какой кошмарный кошмар. Но это синтетика. В реальных сценариях такого кошмара не происходит. Я вам хочу сказать, что даже троттлинг почти на 50 процентов, 58 процентов от максимальной производительности, это очень-очень хорошая производительность, которой хватает за глаза для любых задач. Если говорить про производительность подсистемы, которая у нас связана с памятью SSD, это UFS 4. И вы видите, что чтение 1461 мегабайт, не мегабит, мегабайт в секунду. И оперативная память тоже крайне быстрая. Вообще производительность этого решения, ну вот Geekbench можно посмотреть, она отличная во всех смыслах. Я не буду рассказывать сейчас про AI-фишки или интеллектуальные, искусственный интеллект, интеллектуальные фишки. У нас про это есть отдельное видео. Сейчас про это говорить не будем. Время работы – это то, за что очень часто Samsung ругают, особенно заочно. В S23 Ultra – это было хорошее время, один или два дня, в зависимости от нагрузки. Здесь тоже самое. S24 Ultra работает для таких вот тяжелых пользователей, как я, сутки. Для тех, кто пользуется не так активно, не так много фотографирует, это два дня спокойно достижимая величина. Батарейка 5000 мАч, зарядка от 70 до 75 минут. Зарядное устройство поддерживается 45 Вт. Беспроводная зарядка, реверсивная обратная зарядка – все это здесь безусловно есть. Аппарат никак не изменился по сравнению со своими предшественниками. В лучшую или в худшую сторону. Все плюс-минус – то же самое. О чем я хотел бы сказать? Наверное, громкий, яркий, универсальные, хорошие камеры. Wi-Fi трехдиапазонный, поддерживается Wi-Fi 7. В России он официально не работает. Ультравайтбенд датчик тоже в России не работает, но если у вас аппарат с другого рынка, то он будет работать. Также, сменив регион, вы получите запись с линии во время звонков. У меня она работает, и это, мне кажется, прекрасная история. Потому что не надо мучиться, у вас прямо звонки могут писаться с линии, сохраняться автоматически в память, никаких предупреждений о записи при этом нету. Ну, то есть, для определенных профессий, скажем так, это очень хорошая история, когда вы получаете возможность тут же записать разговор, который вам нужен. И это абсолютно законно в России. Если не вы звоните, а вам звонят, и вы просто отвечаете на звонок. Что хочу в сухом остатке сказать? От 150 хотел сказать, от 140 тысяч стоит этот аппарат, ну там 135-140 в официальной рознице. Если мы говорим про серый рынок, 105 тысяч. Бывают супер распродажи, когда его можно купить за 75-80 тысяч. Часть цены откатывают вам баллами. Все догадываются, где эти распродажи тоже бывают. Но аппарат классный. Отличная фотография. В сравнении с S23 Ultra я много про это говорю, но посмотрите видео или сделайте какие-то выводы. Но реально классный аппарат. Второй момент, про который хочется сказать вот прямо. Аппарат действительно ультимативный. Его нельзя сравнивать с iPhone 15 Pro Max, потому что iPhone 15 Pro Max дороже, и он хуже. У него нет SP, у него нет DEX, у него нет кучи режимов, кучи возможностей. Это просто разные лиги. Так всегда было, так остается. Покупая Samsung, вы получаете универсальный комбайн, в котором есть огромное количество всяких ништяков, штучек, которые действительно подкупают. Я как пользователь S24 Ultra доволен. Прошло больше месяца, я крайне доволен S24 Ultra, потому что это аппарат, который закрывает все мои потребности в фотографии. Это аппарат, который работает долго, и самое главное, у него есть SP, есть DEX. А интеллектуальные фишки некоторые прямо пришлись мне по вкусу, и они действительно крутые. Про это поговорим отдельно, и на этом, наверное, все. Удачи и хорошего настроения. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok